итак дорогие друзья я вас всех приветствую с вами канал неизвестный фен-шуй и я веду его ведущий один орехова сегодня мы с вами поговорим о таком типе людей как огонь в прошлый раз мы с вами разговаривали о типе дерева о том почему они поправляются и как вообще решать этот вопрос если он появился сегодня то же самое мы поговорим об огне что же такое огонь с точки зрения китайской медицины и с точки зрения вообще китайской метафизики огонь ассоциируется с радостью ассоциируется со счастьем ассоциируется с любовью поэтому если говорить о том как выглядят люди огня то соответственно из этого всего можно сделать вывод что это очень жизнерадостные такие полные ощущения счастья люди которые до готовы дарить всем вокруг любовь и готовы укутать всех своих близких и друзей вот этой любовью да соответственно как выглядят эти люди часто они имеют вот если человек огня хочет сделать себе кубики на животе это в общем-то не про него у человека огня всегда есть небольшой животик хотя если со спины смотреть он будет казаться достаточно такой стройненький да но если мы смотришь смотрим на него именно спереди то у него есть этого человека определенный животик и вот это как бы по его норме вот она так и и да у женщин очень часто длинные волосы такие вот развивающиеся как огонь сам по себе да это очень эстетичный тип часто это среди них очень много музыкантов художников артистов потому что они несут вот это состояние свое да через искусство состояние счастья нам передают у мужчин бывает такое если знаете вот например огонь он очень связан еще с духовными практиками и вы наверно замечали что у мужчин которые занимаются очень много там эзотерикой духовными практиками йогой медитациями да у них очень часто они не имеют волос то есть это не как бы ближе к солнцу находится но вот она так реально тоже бывает когда мы очень духовный мужчина погружается у них получается что теряются волосы самый уязвимый орган у людей огня это сердце и и соответственно сердце оно вот не зря говорится сердечное вот что то такое вот это вот это любовь и счастье она идет откуда-то изнутри она идет как бы вот от самого сердца и что же у нас происходит да почему 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 у людей огня возникают проблемы с лишним весом и это очень тесно связано с печенью мы уже говорили что в организме у нас все взаимосвязано не может каждый орган или например какая-то проблема в тот же лишний вес он не может прийти вот непонятно вот так раз и он вдруг появился потом раз и мы его как-то вот от него избавляемся такого не получается сердце очень связан связано с печенью потому что печень у нас дерево а сердце у нас огонь дерево дает жизнь огню правильно дерево дает соки сердцу то есть вот чтобы кровь была качественная чтобы она была не густая чтобы она была чистая без всяких колестеринов там и и т.д. и т.п. и получается что когда мы неправильным своим действием делаем печень злой то печень блокирует вот эту свою работу по отношению к сердцу то есть сердце перестает получать необходимые соки перестает получать вот эту качественную помощь от печени которой ей так нужно тем более сердце она как является как император нашем организме да и она следит за на него действует вернее работа всех систем и органов она же сама по себе не болит она начинает плохо функционировать только в результате того что у нас вот что-то не так в организме происходит поэтому вы видите что мы в прошлый раз говорили о том что у нас плохо влияет на печень и делает ее злой это составы очень многих диет на это совершенно не учет сезонности совершенно не учет режимных моментов да и совершенный не учет того что хорошо для нашего организма что он сам восстанавливается да но мы будем его травить всевозможными кислыми продуктами делая нашу печень злой соответственно если у нас сердце этого не получает хороших соков что происходит с ним сердце люди огня начинают депрессовать да если потому что они очень сильно зависят вот именно без любви без счастья сердце не может быть здоровым и человек такой он не может быть гармоничным и вот в состоянии такого полного счастья и соответственно не получая чего-то сердце начинает болеть да и это выражается вот именно таких психических болячках которые мы очень часто заедаем именно пироженками всевозможными мороженками да печенюшечками и так далее чтобы как-то получить вот этот сертонин гормон радости гормон счастья гормон удовольствия да чтобы почувствовать себя вновь вот в такой состоянии в таком состоянии паре и в таком состоянии счастья и поэтому последствия именно неправильных диет очень многих они именно и ведут к тому что психические болячки которые могут появиться у человека огня он может он уже не будет вот в этом состоянии счастья наоборот будет в состоянии депрессии раз и плюс это и люди которые первые сойдут с ума потому что огонь он еще отвечает за нашу голову и если у нас проблема какая-то в огне начинается как результат того что что-то у нас разладилось в организме то по голове это в том числе неправильно бьет как же выходить из этого состояния как выходить из этого состояния одной едой не выйти если женщина элемента огонь начала полнеть и только питание не решить этот вопрос есть обязательно нужно работа может быть если не ушло глубоко это работа психолога если уже ушло очень глубоко то возможно работа психотерапевта и когда мы не знаем себя мы применяем всевозможные диеты и загоняем проблему еще глубже а вообще если говорить о здоровом человеке элемента огонь то это один из единственных типов который достаточно легко может похудеть только на своем воодушевлении на своей мотивации и на своем таком самовнушение что это поможет это мне нужно я это сделаю и я буду красивой он может зажечь вокруг себя других людей и самое главное чтобы вот именно первый там второй раз может быть еще это сработает да а дальше чем старше мы становимся результаты могут быть уже совершенно другие поэтому узнавайте себя и прежде чем сделать очень важный шаг в решении какую диету вам выбрать как вам худеть задумайтесь а как это скажется конкретно на вас сможете ли вы при этом сохранить свое счастье свое состояние любви и свой правильный позитивный настрой на сегодня все в следующий раз мы поговорим о другом типе типе земля с вами была я Дина Орехова и канал неизвестный фэншуй пока пока до новых встреч неизвестный фэнш неизвестный фэнш